Ну что, камера, мотор, поехали. Всем привет. У нас в гостях сегодня уникальный человек. Это Наталья Бурмистрова. Наташа, привет. Привет, привет. Слушай, у меня для тебя будут сегодня очень коварные вопросы. Я, знаешь, всегда мечтала проводить какие-нибудь интервью нестандартные. То есть понятно, что мы с тобой сетевики, мы с тобой как бы в одном поле вращаемся, но у меня очень интересно появилась идея фикс провести эксперимент, что происходит в головах у людей, которые уже имели опыт в какой-то сетевой компании, но потом переходят в другую. Я хочу понять, что происходит у каждого человека. Я знаю, что у меня происходило. Я это прожила, да, у меня был такой сложный путь, долгий путь с одной компанией, потом я переход в другую, и я вот проанализировала все свои чувства и эмоции и поняла, что я просто чудом, чудом поменяла компанию, и мне было это сложно. И я сейчас хочу поговорить с тобой. Мы даже не говорим, какие компании, хотя у меня там висят на заднем фоне снежинки, но понятно, речь не об этом, речь вообще о, в принципе, о человеческих чувствах, об отношениях. И первый вопрос, который я тебе хочу задать, это сколько лет ты, в принципе, в сетевом бизнесе вращаешься? Какой у тебя опыт в этой сфере? Девятнадцать лет. Ого, очень серьезный срок. Сколько компаний ты сменила за все это время? Ну, получается, что очень долго я была в одной компании, и вот сейчас такой был решительный момент в жизни, когда я перешла в другую. То есть ты, можно сказать, прям приверженец одной компании? Да, я даже не могла, не могла даже смотреть и рассматривать что-то другое, хотя предложения, естественно, сыпались со всех сторон. Я даже проходила обучение в других компаниях, то есть, ну, как бы натыкалась на курс на какой-то. Я шла на обучение, ну, туда брали всех сетевиков, но они были из какой-то, ну, конкретной компании. То есть я обучалась, естественно, что потом меня приглашали на личные встречи, чтобы там вот переманить в другую к себе. Но для меня это всегда была, это вообще была запретная, такая запрещенная тема. Что вы, что вы, нет, у меня вот моё. Вот ответь мне на вопрос, почему это была запрещенная тема? Ты считаешь, что менять компанию – это стыдно, плохо, опасно? Что вообще происходит в голове? Ну, я даже вот на тот момент, я даже не могла задуматься и даже предположить, что я могу это сделать. Для меня это было, как будто бы я родину предаю. Как будто бы, ну, как будто бы, что во всех компаниях, ну, как бы для меня было, во всех сетевых компаниях есть свой продукт, и он практически одинаковый. Что во всех компаниях сетевых нужно работать в любом случае для того, чтобы что-то заработать. И во всех практически компаниях есть, ну, приблизительно одинаковый план успеха. То есть смысл что-то менять, если у тебя уже как бы здесь всё есть. Ну, только чего-то не хватает. Тогда другой вопрос. И за 19 лет ты достигла, чего ты хотела в компании? У тебя оправдались твои… Вот знаешь, смотри, мы приходим все в сетевой бизнес за разным. Я так понимаю, что ты приходила для дохода, для того, чтобы, да, изменить… У тебя получилось именно выйти на тот результат, который ты хотела? На тот результат, который я хотела, не получилось. Хотя одно время были достаточно неплохие доходы относительно моей работы в найме, нашей средней зарплаты в нашем городе. Ну, то есть как бы я понимаю, что я в тот момент стояла там, допустим, на шаг, больше зарабатывая, чем многие, и при этом я была свободна, да, у меня не было уже ни начальников, на работу я ходила, ну, как на работу, на тот момент был офис, и для того, чтобы вот эта рутина домашняя не затягивала, то я очень часто бывала в этом офисе, чтобы встречаться со своими консультантами, чтобы вот, ну, как бы там проводить какие-то встречи. То есть была наполненность, да, наполненность у тебя была. Да, наполненность у меня была, естественно. Но в то же время я понимала, что, как бы, действий я делаю много, а отдачи и вот этого результата, которого хотелось, его не было. Ну, а потом, а потом пришел спам. Мне сегодня утром присылают прям вот в цвет незнакомый человек, невзаимный контакт, мне приходят спамные сообщения, и еще и ругают как бы все компании. Девушка мне пишет, это не какой-то там вам Avon, Reflame и прочее. А я пишу, а почему вы так неуважительно относитесь к Reflame, Kaven, как и прочее? Что это? Вы считаете, что ваша компания, которая только вышла на рынок, она прям круче всех? Ну, зачем же вы, утапливая, как бы, других, пытаетесь выглядеть лучше, не сработая? Существует огромное количество белых методов, интересных, классных, которые мы вот используем в нашей как раз системе работы и обучения, которые эффективные, и при этом человек не чувствует себя ничтожеством, потому что отсылка спама. Как ты себя чувствуешь, когда рассылаешь спам? Это вообще, я даже не могу передать словами. Ну, собственно говоря, у нас и затормозился вообще всяческий рост, когда пришел спам. Потому что для нас это было, ну, мы попробовали, конечно. Мы создали эти страницы, дурацкие их много. Собрали все телефоны, номера телефонов, какие были, чтобы эти страницы зарегистрировать. Но меня хватало поработать с двух. Все. У меня остальные... Я смотрела, как развиваются и как растут другие. И я себя понимала, ну, вернее, я их не понимала, когда они это успевают делать. Это мало того, что надо столько сообщений послать. И нужно еще не забыть, с какой ты страницы это послала, чтобы еще потом ответить на эти сообщения. Ну, в общем, для меня это был кошмар. И вот на том моменте был тормоз в развитии. И как бы потом все. И оно как бы сходило на нет. Так как команда у нас... Бизнес, да, с тех хороших доходов, он упал. Правильно я понимаю? Я просто не знаю ситуацию. При ней вообще не знаю ситуацию, можно сказать. Вот. И он как бы... Он не резко упал. Он начал падать постепенно. Потому что в команде у нас были люди даже не достаточно теплые, а очень горячие. Потому что очень много лет, и они там месяц от месяца, они все равно делали свои покупки. А вот притока новых не было. И из-за этого все равно потихонечку, потихонечку, потихонечку мы пришли к тому, к чему пришли мы в середине этого года. Вот. И я подумала, что в нашем маленьком городе продукт стал менее востребован. Потому что декоративная косметика стала... Ее стало меньше доходить до России, я бы сказала. Потому что все равно санкции, как не крути, они свое дело сделали. Да, то есть очень много продуктов, которые просто к нам не доходили. Но у нас столько бьюти-мастеристов в городе, и у нас каждая третья женщина ходит с нарощенными ресницами, сделанными губами и бровями. И ногтями. И ногтями. Да, да, да. Поэтому как бы декоративная косметика, она немножко отходит на другой план, на второй. Но я сама очень люблю продукты для здоровья. То есть моя семья месяц от месяца, мы пили витамины, мы... То есть я знаю, что у меня даже муж уже привык к тому, что надо пить витамины, и что они очень хорошо от них, себя чувствуешь. И вот эта выросшая цена на этот нами востребованный продукт, она как раз таки с понижением доходов, она стала такова, что мы себе не могли уже их позволить. Я начала искать альтернативу. Что есть же, я знала, что есть альтернативы. То есть тут я уже начала смотреть в другую сторону и думать, ну, продукты, может быть, и одинаков, и бизнес-план может быть одинаков, но есть как бы цена и качество, которое будет меня удовлетворять. И тут я уже, конечно, начала рассматривать другие варианты. А тебе не страшно было, вот что ты пойдешь в другую компанию, что от тебя подумают, что скажут там высшестоящие, может быть, партнеры. Как ты партнерам в глаза будешь смотреть, которых ты звала в ту компанию? Как ты себя чувствовала при этом? Вот самое главное, самое, конечно, оно не то, что страх, а вот эта ответственность, потому что человек, я все-таки очень ответственный. И я как раз-таки у меня было, что я как будто бы предаю своих людей, которых я сюда позвала. То есть, что как же мне им-то объявить, чтобы они пошли за мной? Потому что, ну, 90% людей пришли именно на меня. И вот как раз и это была борьба внутри. То, что подумают обо мне вышестоящие спонсоры, это было как бы вторично. Я знала, что они подумали. Собственно говоря, так и получилось. Потому что, когда я уходила, а ушла я с уровня, с уже маленького, даже не менеджерского. И когда заблокировали номер не менеджера, у меня, конечно, был такой немножко шок, но потом такой истерический смех. Потому что, заблокировав все-таки два номера в нашем маленьком городе, большие лидеры потеряли наш город как клиентскую базу. Как большой кусок товарооборота, я бы сказала, да? Да, приблизительный товарооборот в нашем городе на последнее время был, ну, где-то 200-250 тысяч. Ну, я думаю, что в лидерской команде это как бы немаленькие деньги. Ну, это их выбор. Конечно же, люди немножко еще поделают заказы, но когда были Оля и Наташа, то делать заказы было им проще. Давай все-таки вернемся. Мне вот интересный смысл. Потому что я знаю очень много людей, которые сидят в других компаниях, мои прям знакомые, хорошие. Я знаю, что у них был период роста, потом спад. И сейчас, то есть это очень, ну, это очень грустные цифры, я даже не говорю, то есть это уже не тот уровень дохода, о котором не то, что мечтали, а на который можно хотя бы не смотреть в сторону найма. И люди все равно сидят. Вот ты как долго была на таком маленьком уровне и все равно продолжала карабкаться? Как долго у тебя был этот период? Очень резко доходы упали сначала из вовл. Они прямо упали очень резко. И получается, что я на этом маленьком уровне просидела еще полтора года. Так. И вот в это время ты думала, что что-то получится, ты старалась все-таки восстановиться, расти дальше или как? Да, я старалась восстановиться. Получается, что даже съездили на последнюю менеджерскую конференцию. Было очень непросто туда заполучить свой билетик. Но я его туда получила, заработала и съездила. Причем была надежда. Была надежда, что эта конференция даст огромный толчок для роста. но, пообщавшись там, я не получила этого внутреннего толчка. да, и поэтому все стало еще хуже, и все. Тяжело решение удалось идти в другую компанию? Очень. Тяжело. Не жалеешь? Нет, уже нет. Уже нет. Сколько ты уже в новой компании по времени? В новой компании я третий месяц. Третий месяц. Какие у тебя результаты по финансам? Первый месяц, второй месяц? Сейчас я понимаю, да, сейчас как бы еще пока мы не можем узнать. Получается, за первый месяц я вышла на тысячу. Говори в деньгах. Сколько ты денег заработала? Заработала я 10700. За второй месяц я заработала 17200. То есть сразу, да, такой прирост прям идет значительный? Да, у меня идет прирост значительный. Этот месяц я планирую выйти уже на следующую ступеньку. Я не знаю, как получится, но очень-очень охота. То есть эта следующая ступенька, этот доход будет примерно 40-50. Вот так где-то. 30 до 50. Смело. Молодец. Как ты себя сейчас чувствуешь? Вот этот период, да, когда страх был, потом переход, вот это время. И сейчас, когда вот пошел результат, как ты себя сейчас чувствуешь? Сейчас? С одной стороны, я себя чувствую кайфово. Каждый день просыпаешься с каким-то драйвом. К тому же, у нас же такая система вот этих клиентских чатов, и ты понимаешь, что даже работая дома, ты должен привести себя в порядок, ты должна накраситься, ты должна записать кружочек и рассказать что-то очень интересное своим людям, которые к тебе пришли и которые там у тебя есть. с другой стороны, с другой стороны страх, что ты такие амбициозные цели себе ставишь, и ты же никому не обязан, да, ты обязан только себе, что и ты, ты как бы, если ты их не достигнешь, то ты уже сама себя будешь ругать, что ты не доделала, ты это-то не сделала. Тебе сказали сделать по системе вот это, вот это и вот это, где были твои глаза, ты почему это не сделала? То есть, ну, какое-то присутствие драйва, может быть, от того, что мы, ну, очень долго мы были в одной компании, и эта рутина настолько затянула, что не было ничего нового, не было ничего классного, которое бы вот двигало вперед. А здесь каждый день наполнен какими-то яркими красками, какой-то новой информацией, то есть, мозг начинает шевелиться по-другому, он думает, он думает по-другому. Он не просто шевелится, он просто порой вылазит. Бывает, да. И бывает так, что даже абсолютно там, я не креативный человек, но бывает, что я выдаю сама для себя неожиданные посты, например, вот там, куда-то в соцсети. То есть, я уже давно этого не делала, я давно не писала там что-то, а тут я вам... Хочется, да. ...и понимаю, что мне самой нравится то, что я пишу. Я разговариваю каждый день с разными людьми, ну и в моей команде, в другой, и ты знаешь, вот что мне все говорят? Мне хочется самой это делать, там мне не хотелось, а здесь мне хочется, меня никто не заставляет, а я сама хочу. Ты знаешь, это заразно. Я тоже заразила. И получается, хочется, многого хочется, да, хочется там всегда выглядеть хорошо, хочется сходить на фотосессию, потому что у меня столько идей в голове, что написать, и у меня фотки заканчиваются. И вот, а это же всегда движение вперед, да, и вот зачем мне нужны были фотки, если я не писала посты? Хотя одно время у меня было очень много фотографий, мы устраивали с девочками фотосессии и к Дню матери, и к 8 марта, и вот постоянные были фотосессии. А потом раз, и оно, оно как бы само собой, оно не надо, потому что мы просто перестали делать вот это от того, что, наверное, нечем было хвалиться, а просто так писать какие-то в воздух посты и о чем-то вот говорить, ни о чем, я просто считаю, что это бессмысленно. Вот, поэтому, да, сейчас все по-другому. Круто. Ну и давай напоследок скажи, вот что бы ты сказала самой себе, если бы смогла вернуться в прошлое, в тот момент, когда был спад, и ты не рассматривал какие-то варианты, что бы ты себе сама сказала? Это будет как напутствие, да, людям, которые сомневаются, переживают, парятся, нервничают, думают. Я тут вот одну фразу услышала у одной девушки, которая сказала, что это не мы плохие, и не компания плохая, конкретная компания там, ну вообще, какая-то компания, где мы находимся сейчас. А это, скорее всего, мы с компанией друг другу не подходим. И с другой может получиться очень круто и очень быстро. То есть, безопасно менять компанию, пробовать свои силы, это безопасно? Да, компанию менять, в общем-то, безопасно. Ну, я на своем вовсе знаю уже, что это, что это безопасно. Да, компанию менять безопасно. И если бы я вернулась на два, три года назад, когда начался сильный спад, то тогда бы я уже рассмотрела. но на тот момент в этой компании не было Тани. Не было Тани, когда он тебе подсветил, да, вот этот вот путь. И к чему это все? Смотри, как важно быть проявленным. И то, что ты сейчас стала писать, говорить, выходить в эфиры, ты тоже кому-то поможешь увидеть новые возможности. Так, Наталья, у меня зависло что-то-то у меня. Ну, надеюсь, ты вернешься, но самое главное мы проговорили, ребят. Спасибо, Наталья. О, вернулась. Ты у меня что-то чуть-чуть зависала. Приехал меня там, потому что, да, по звонам было. Я хочу сказать, что благодаря твоей проявленности ты кому-то тоже подсветишь путь для того, чтобы человек понял, что только он решает, что это его жизнь, его выборы, его смыслы, и как ему развиваться и с кем, решает только человек. И не надо ничего бояться, ребята. Так круто, когда ты приходишь во что-то новое, и у тебя получается, и ты видишь результат. Такой азарт. У меня, знаешь, какое было состояние первое время? Мне было жалко спать. Мне реально было… Каждая минута встала на вес золота. Так хотелось всё успеть, всё изучить, всё внедрить, попробовать, рассказать, что вот просто жалко было спать. И вот уже у меня тоже 10 месяцев новой компании, и это состояние, оно не проходит. Вот эти горящие глаза и желание делать, оно не заканчивается, и это самое крутое. Спасибо тебе огромное. Я предлагаю нам встретиться через какое-то время. Недолго, я думаю, что у тебя будут космические росты, я тебе этого желаю искренне. Мы встретимся примерно, может быть, 3-4 месяца, максимум полгода, и поговорим, и ты расскажешь, что у тебя произошло за это время. Давай? Давай. Давай, ребят. Ну, а кто смотрит это видео, вы можете задавать вопросы прямо в комментариях под роликом, и задавать вопросы как Наталье, так и мне, всё, что вам интересно, всё, что вы хотите узнать, найти ответы на свои вопросы. Мы открыты. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.